здравствуйте ребята сегодняшняя наша тема единица измерения напряженности электрического поля потенциала электрического напряжения зараженные тела действуют друг на друга посредством электрического поля которые они создают в окружающем пространстве электрическое поле представляет собой определенный вид материи возникающий вокруг числе силе тел у которых присутствует электрический заряд электрическое поле объективно существует что она материально оказывается опытом и ускоренно движущимися электрическими зарядами пока электрические заряды киу маленький киу большой неподвижны они находятся в разных точках на заряд киу большой со стороны киу маленький действует сила направленная боль прямой если некоторые момент времени то заряд киу маленький начнет двигаться на точке к точке модуль и направление силой f действующим на заряд должны изменится физическая величина равна и отношению сила с которой электрическое поле действует на точно электрический заряд и значение этого заряда называется напряженностью электрического поля обозначив напряженность буквой е буквой е запишем по определению сила сила на киу 0 вот где заряд киу 0 на который действует сила используя закон кулона и определение понятия напряженности поля получим выражение для модуля напряженности е электрического поля некоторые точки расстояния расстояние р точно заряда киу если точку поместить точный царя киу 0 то на него будет действовать сила по закону кулона вот такая сила будет вот здесь для нахождения моря напряженности электрического поля той . разделим модуль силой с на модуль заряда кумилевой то есть здесь делим нулевое сокращается остается вот это выражение то есть это выражение напряженность поле точно заряда на расстояние от него то есть напряженность электрического поля точного заряда прямо пропорционально заряду и обратно пропорционально квадратного расстояния и от заряда до данной точки поля она не зависит кю нулевое не зависит от заряда помещенного данную точку поля следовательно является однозначенной силовой характеристикой поля данной точки то есть это отношение 1 на q1 значение ф2 на q2 это величина постоянно постоянно не меняется они не зависит от q2 то есть е у нас будет постоянная причиной напряженность электрического поля величина векторная за направление за направление за направление векторов е напряженности е напряженности электрического поля принимается направление вектора кулоновской силы действующий на точный положительный электрический заряд помещены в данную точку поля зная напряженность электрического поля в данной точке поля можно определить модуль и направление силы с которой электрического поля будет действовать на любой электрический заряд q в этой точке вы здесь будет ф равно е умноженное кинулевой отсюда можно это силу опыт показывает что если на электрический заряд действует одновременно электрические поля нескольких зарядов то результивающая сила оказывается родной несколько заряд в данном случае частном случае здесь их два то результирующая сила оказывается равной геометрической сумме сил действующих со стороны каждого поля в отдельности это свойство электрических полей означает что поле подчиняется принципу суперпозиции если данной точкой пространства различные заряженные частицы создают электрические поля с напряженностью е1 е2 и так далее то вектор напряженности электрического поля равен сумме векторов напряженности всех электрических полей нам уже е равно е1 е2 а если их несколько получается при позиции и пишет полей е напряженность е равно е1 плюс е2 плюс и так далее вектор и напряженности всех электрических полей есть у нас понятие линия напряженность электрического поля линии напряженности электрического поля называется линия касательная к которой каждый . совпадает с вектором напряженности е то есть здесь посмотреть вот здесь видно вот касательно и направление вектор напряженности поле силовые линии треску поле вот видно указано линия напряженности электростактического поля начинается на положительных зарядах то есть вот начинается на положительных заряд и кончаются на отрицательных электрических зарядах или уходят бесконечности распределение линии напряженности вокруг точного заряда показано вот на этом рисунке определение определяя направление вектора е в различных точках пространства можно представить картину распределение линии напряженность электрического поля электрического поля в котором напряженность одинаково по модулю и направлению любой точка пространства называется однородным электрическим полем приблизительно однородным является электрическое поле между двумя разноименно заряженными плоскими металлическими пластинами линии напряженности в однородном электрическом поле параллельно друг к другу мы это можем увидеть на этой картинке вот линии напряженности в однородном электрическом поле параллельно вот друг к другу так отсюда переходим на следующее потенциал электростатического поля то есть у нас в одной точке электростатического поля разные заряди могут обладать различной потенциальной энергией но отношение потенциальной энергии к заряду q лет данной точки поля оказывается постоянной величиной постоянной величиной эту величину принимают за энергетическую характеристику данной точкой поля физическая величина физическая величина равная отношению потенциальной энергии электрического заряда электрическом поле к заряду называется потенциалом электрического заряда то есть фи равно энерго делила на кю отсюда потенциальная энергия потенциальная энергия заряда электрическом поле равна произведению потенциала электрического поля и заряда качественного заряда данной точки значение потенциальной энергии электроэлектрического заряда данной точкой электрического поля определяется не только характеристиками электрического поля ну и знаком заряда помещенного данную точку поля и выбран нулевого уровня отчета потенциальной энергии потенциал у нас потенциал величина скалярная если некоторые точки пространства двумя зарядами двумя зарядами одновременно созданы электрические поля с потенциалом и 1 и 2 то потенциал двух электрических полей равен алгебрической сумме потенциал и 1 и 2 а сфера но и они пусть и 2 аналогичный способ можно найти потенциал электрического поля созданного любым числом электрических зарядов меры изменения энергий при взаимодействии в тел является работа мы выяснили что при перемещении электрического заряда работа а сил электрического поля равен поля равна изменению потенциальной энергии заряда всякому с предположим знаком когда получается у нас и него равно разум потенциалом и 2 при перемещении электрического заряда в электростатическом поле работа сил поля равна произведению заряда на разность потенциал начальной и конечной траектории движения заряда отсюда видно так как работа сил электростатического поля при перемещении заряда из одной точки пространства в другую не зависит от траектории движения заряда между этими точками то разность потенциал к 1 минус и 2 2 точек более является величиной не завязь не зависящий от траектории движения заряда разность потенциал следовательно может слушать энергетические характеристики электростатического поля если потенциал поля на бесконечно большом расстоянии от точно электрического заряда вакууме принимается равным нулю то на расстоянии от заряда определяется по этим формулам а если равна нулю для точно заряда если внутри шара фея равна нулю на поверхности шара фея выглядит формула потенциал вот таким вот образом в ней шара если в ней шара где маленькие расстояние от центра шара тогда выглядит наша формула вот таким вот образом давайте основном на пункт нашей темы как и потенциальная поверхность поверхность во всех точках которые потенциал электрическое поле имеет одинаковое значение называется экопотенциальной поверхность между двумя любыми точками на экопотенциальной поверхности разность потенциалов равна нулю поэтому работа сил электрического поля при любом перемещении заряда пак и потенциально повернутся равна нулю это означает что вектор силы в вектор силы любой . траекторе движения заряда по этой потенциальной поверхности перпендикулярен 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 пик не пулярен вектор скорости Следовательно, линии напряженности электростатического поля перпендикулярны экопотенциальной поверхности. Экопотенциальные поверхности поля точного электрического заряда являются сферой, как мы видим на рисунке. Из-за этого рисунка мы видим, в центре которых воспользован заряд. Экопотенциальные поверхности обновлено электрическое поле представляют собой плоский перпендикулярный линиям напряженности. Например, плоский перпендикулярный линии. Теперь давайте остановим, дадим определение, что такое напряжение. Отношение работы, совершаемое любым электрическим полем, при перемещении положительного заряда из одной точки поля в другую, к изначению заряда, называется напряжением между этими точками. Напряжение обозначается буквой У. Единица измерения. Вот по этой формуле, с этой формулой можно заметить, что работа, единственное измерение работы у нас джоул, единственное измерение заряда кулон. То есть, единственное измерение напряжения будет равно 1 джоул делено на 1 кулон. Но в честь итальянских физиков вольт, вот это измерение мы обозначаем в вольтах. То есть, напряжение измеряется в вольтах. А прибор, определяющий напряжение, называется вольтметром. Вольтметр, демонстрационный вольтметр, выглядит вот так вот, видимо на рисунке. То есть, отсюда, отсюда, работа сел в электрическое поле при перемещении заряда равна произведению Q, то есть произведению заряда на U. То есть, здесь A равняется U в нужной Q. В электростатическом поле напряжение между двумя любимыми точками равна разности потенциалов этих точек. Так, как будет, например, у нас, например, единицы измерения мы сказали. Так, то есть, зная напряженность разности потенциалов между точками, мы до этого выше мы говорили, выводили эти формулы, отсюда мы, приравнувая, нетрудно получить, что U равно E умноженный на ДЛТД. То есть, разность потенциалов между точками 1 и 2 равно напряженность умноженную на ДЛТД. Вот, если мы посмотрим на рисунок, ДЛТД у нас вектор перемещения, совпадающий по направлению с вектором напряженности E. Так, значит, так как у нас работа у нас всегда положительное число, то есть больше нуля, значит, Φ1 всегда больше Φ2. Отсюда вывод, напряженность электрического поля направлена в сторону убывания потенциала. Единица напряженности в системах интенциональной 1 вольт деленный на 1 метр. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА